И сына Святого Духа, поздравляю сестер монастыря вместе с Вечерственной Думой Александровой всех нас с Днем Святителя Иоанна Сан-Францисового, в честь которого устроен этот монастырь. Когда мы с вами, дорогие братья и сестры, слышим тропарь песновения святителям общей тропарки, мы слышим с вами такие слова «правильная вера и о простойности воздержания учителю» и дальше уже, если по-русски переводить, «я видел Господь в пасхе своей таковых наставников». И вот таким наставником, правилом родности, воздержанием был святитель Иоанн Сан-Францисовый. Когда мы с вами говорим о добродетелях, которые стяжал святитель Иоанн, это христианские и евангельские добродетели. Он старался жить так, как заповедовал Господь наш Иисус Христос, то есть старался жить евангельской жизнью. И когда мы слышим с вами внимательно наше служение, то мы слышим, что Он стяжал любовь к Богу и к ближнему. И действительно, дорогие братья и сестры, слово «любовь» для нас сегодня звучит, в общем-то, обыденно. И под любовью мы понимаем все, что угодно, только не то, что нужно для христианина православного. И часто это слово настолько формально, что наше сердце не отвлекается и не понимает, о чем речь. Само большее понимает понятие, понимает в этом слове понятие какой-то чувственной любви или плоской любви. Но это не так. Дело в том, что в греческом языке слово «любовь» звучит иначе и обозначается разными словами в зависимости от того, чему это слово и что оно имеет в себе, какой смысл. Есть дружеская любовь, имея одно понимание. Есть плоская любовь, другое понимание. А вот о христианской любви говорится словом «араби». То есть любовь христианская заключается в чем? В том, чтобы мы совершенно осознательно, миловали, терпели друг друга. И в равном этом «араби» говорится в Евангелии. Этому мы должны с вами учиться. И вот если мы идем по этому пути и учимся любить по-христиански, то, безусловно, это не может произойти просто так, если мы не познали свою немощь, свою вековную болезненность. Поэтому постоянно святые отцы и святители Ана говорят о том, что мы должны учиться смирению и смиренно-мудрию. Смиренно-мудрия – это тогда, когда человек в своих мыслях, на опыте своей жизни, сравнивая себя с евангельскими заповедями, и попытками исполняет заповеди евангельские, начинает видеть во всем своем внутреннем мире, в своих мыслях, чувствах, желаниях, происхождениях, мотивации своей, большую большинство не может исполнить. И вот тогда он начинает понимать, что он духовно немощен, что он духовно болен. Ведь православное христианство учит о грехе и о пороках, и вообще о нашей уязанности, как о болезни в первую очередь. И поэтому, когда человек опытно, учась, жить по евангельским заповедям, начинает познавать свою внутреннюю немощь опытно, он начинает видеть свой внутренний мир. Он начинает видеть свои мысли, свои чувства, намерения, желания, что они далеко отстоят, а значит, сердце далеко отстоит от Бога. И вот здесь он начинает о себе мыслить совершенно просто. Он начинает сокрушаться человек, начинает мысленно понимать, что он никто и ничто без Господа Иисуса Христа Спасителя нашего. Здесь он начинает понимать, что та болезнь духовная, которая в его душе, в его чистестве живет, которая наследована от первородного века Адама и Веры, передается в золото в рот, и собственные грехи. Это состояние действительно немощное, и он начинает нуждаться в Спасителе, и начинает чувствовать сострадание другим людям, потому что понимает, что и они также живут этой духовной болезненностью. И начинает обращаться к Господу Иисусу Христу в молитве, как к Спасителе, потому что знает, что только Он один, единый, может исцелить и спасти. И вот, когда человек начинает о себе думать трезво, это называется смиреномудрие. Но когда человек все далее и далее старается в своей жизни идти, уйдем и вам заповедей за Господом нашим Иисусом Христом, он стяжевает еще и смирение, это уже некая внутренняя, не только убежденность, а это внутреннее состояние своего глубокого недостоинства. И он только ищет милости Божьей, он не ищет никаких заслуг пред Иисусом Христом, потому что таковых и нет, потому что мы спасаемся милостью Божией, а не делами. И он в простоте сердца, в смирении к родности идет этим путем. И, конечно же, приходит к такому состоянию помилости Божией, когда этот человек начинает понимать, что любовь Христова может быть дана тому человеку, тому человеку, который вот эту немощь начал познавать в самом себе опытно, и сострадать другому человеку. Недаром заповеди Божии в Евангельске начинаются с самого главного и самого основательного. Блажение нищих духом, я как те, Иисус Господь Небесный. Потом мы слышим с вами блажение плачущие, потом мы слышим с вами блажение кровцы и кровь, это не злобие, это мир внутри. Алчущие, жаждущие праведности, то есть спасения и святости, искренне ищущие этого, не ищущие на этой земле правду, а ищущие там, в Царстве Небесном. С Господом Иисусом Христовым. Потом мы слышим блажение милости и чистей сердца и так далее. Так вот, образ пастыря и образ воплощения и подружания Господу нам является святителем Иоанна Сан-Франциско. И каждый из нас, дорогие братья и сестры, призван к тому, чтобы стать святым. Святость – это такое состояние, это не безгрешность, это великая милость Божия, которая благодатно отселяется от человека и его исцеляет, освящает, прославляет все его существо, дух, душу и тело. И тело, как мы видим, может и ночами почивать волк, амами, мироточинами и так далее. Все мы призваны к этому, поэтому святитель Иоанн Своих проповедяк постоянно нам говорил об учении Господа Иисуса Христа, о том, как святые отцы нас учили идти этим путем. И в первую очередь учили нас верению и кротости. И если мы с вами читаем внимательно послание о гостерстве, то мы с вами слышим, что любовь – это как бы уже венец всех добродетелей, а начало от любви – это смиренно-будрое, смиренно-будрое, смиренно-будрое. Поэтому поздравляю вас всех нас с этим праздником святителя Иоанна Сан-Францисского, нашего святителя, который молится на немецах о нас, о наших недостойных грешных душах, и мы к нему обращаемся, дает их именно помощь. Поздравляю вас и желаю, чтобы мы все с вами понимали, что святость начинается каждого из нас, из познания нашей вот этой духовной немощи. Потому что всегда святитель Василий Великий, Иоанн Златовус, Григорий Богослов, другие святые говорили, что земная церковь – это духовная больница. Господь Иисус Христос – врач души телес наших. И, конечно же, спастись мы можем только в единстве с Господом Иисусом Христом. Потому что часто люди думают, что механически можно подходить в храм, исповедоваться, причащаться, и ты вроде бы все делаешь, посты, соблюдаешь все это прекрасно и нужно. Но это помощь для внутренней борьбы, для внутренней этой нашей духовной жизни. Это вспомогательные нам даны лекарства. Но если наша духовная жизнь не будет основана на камнях, которые есть Христос, и на его евангельских заповедях, то есть мы должны стремиться учиться жить по евангельским заповедям, отсюда истяжать покаянную молитву, если этого основания не будет, и наша вера будет только заключаться в исполнении обрядов нашей православной веры и в простом подходе без сердца к исповеди, к причастию, а когда выходим за храм и в обычной нашей семейной жизни или монашеской ведем себя, как хотим, легко осуждаем, легко ропшим, легко ненавидим, легко обижаем, легко не прощаем и так далее. Тогда что-то в нашей духовной жизни не так. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы трезво учились смотреть на себя. А трезво это значит думать о себе скромно, видя свою немощь, и понимая внутренне, насколько мы немощны и жалеть надо других. Вот почему любовь к Божию сдержал святитель Иоанн Сан-Франциски. И такую любовь, которая Ему не мешала даже каким-то чудным образом бывать в разных концах мира и помогать людям, которые умирали, страдали и учаивали помощь, Ему таковой дар был дан. Когда Он мог являться там, ну совершенно физически это невозможно, где Он являлся, исповедовал, причащал и исцелял людей. С праздником Вас! Благословение Господне на Вас только благодать, и человека любим всегда, и Евгений, и вовеки, и Бог!